Следующее видео по Майнкрафту выйдет сразу после того, как на этом видео наберется 1000 лайков, поэтому обязательно ставь палец вверх и продолжай смотреть видео. Привет, ребят, меня зовут Тарисман, и прошлое видео 10 минут челлендж в Майнкрафте собрало очень много лайков и просмотров, и поэтому я решил для вас записать новую часть этой серии видео по Майнкрафту. И я читал, конечно же, ваши комментарии, и некоторые подписчики мне предложили сделать челлендж по туалету в Майнкрафте, по унитазу. И вот именно поэтому, ребят, по совету этих самых подписчиков, сегодня мы с вами будем строить унитаз в Майнкрафте. Да, у нас сегодня будет их три вида, начиная с самого обычного, самого быстрого унитаза, который быстрее всего можно построить, затем более долгий, и, конечно же, самый долгий, который включает в себя ряд действий, но эти действия делают самый-самый топовый унитаз в Майнкрафте. Да, ребят, кстати, также хотел бы вас попросить, чтобы вы обязательно сейчас взяли и поставили лайк на это видео, подписались на мой канал, если вы на нем впервые. Ну и, конечно же, не забывайте нажимать на клавишу колокольчика, потому что вы будете получать уведомления и комментировать мои видео первыми, потому что все комментаторы, которые набирают очень много лайков и подают мне интересные идеи, попадают в новые и в следующие видео. И суть в том, что если вы попадаете как раз вот в момент выхода видео, пишите комментарии, другие подписчики вам ставят лайки, и таким образом выше вероятность, что вы попадете в мое следующее видео, поэтому чем быстрее вы напишите комментарии, тем лучше. Ну, конечно же, один, первый, второй, третий это не считается, но вот именно по делу комментарии самое то. Я извиняюсь, я немножко приболел. Вот, ну что ж, давайте-ка начнем, я думаю, вы уже все поставили лайк на это видео, и начнем с самого обычного и самого простого унитаза, который когда-либо делали в Майнкрафте, в старых версиях. Для этого нам потребуется железный блок и железный люк. О, господи, я так кашляю ужасно. Вот, давайте их выстроим. Значит, как строится этот унитаз? Он строился тогда достаточно просто, так, 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 и вот так. Вот, это получался своеобразный вот такой вот унитаз. Также на него можно было поставить, например, рычаг или кнопку, но обычно стояли рычаг, то есть оп, открылся, оп, закрылся. Вот, тогда еще белых ступенек у нас не было, у нас еще кварца не было в игре, поэтому он относительно недавно появился в Майнкрафте. Вот, и строился унитаз обычно вот таким вот образом. Воду заливать тоже абсолютно некуда. Также давайте мы построим сразу сюда вот... Ой, елки-палки, опять у меня дождь пошел, а? Везер, клир. Вот, у меня всегда я начинаю делать видео, у меня начинает идти дождь. Так, ладно, уберем. Я немножко не тот блок поставил. Возьмем факел и заделаем нам унитазик. Наш туалет сделаем его вот таким вот образом. Оп, 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 оп. Чтобы у нас прямо он выглядел как самый настоящий туалет. Будем его делать максимальной высоты, которая у нас доступна. Так, так, так. Ага, так. И здесь то же самое мы делаем. Так, давайте мы сразу построим здесь потолочек. Оп, оп, оп. И здесь мы построим стенку. Так, вот. Ну что ж, на этом мы закончили с вами, по сути, первый унитаз. Сейчас чуть-чуть достроим здесь. Оп, оп, оп. Ой, мне хватит вообще их? Нет, мне интересно. Ладно, вот так сделаем. Вот, далее, ребят, у нас идет унитаз, который крафтился уже в новых версиях. Его можно уже было сделать несколькими способами. Первый способ, давайте я вам покажу. Делался он из кварцевых ступеней, кварцевых блоков и обычного железного люка. Он практически везде всегда брался, потому что он очень-очень хорошо подходил. Значит, это делается как? Смотрите. Значит, мы устанавливаем вначале, так, один полублок. Ой, елки-палки, я все неправильно поставил. Так, устанавливается вначале просто один кварцевый блок. Ну, не обязательно кварцевый, любой блок. Да елки-палки, почему я не могу попасть? Нет. Во, все, попал. Получилось у меня установить, то есть перевернутую ступенечку ставим. И здесь мы ставим тоже с вами перевернутую ступенечку. Вот таким образом. То есть у нас должны вот так вот Т-образно стоять две наших ступеньки. Затем на эти ступеньки ставится вот так вот обычный кварцевый блок. И затем на ступеньку ставится вот сюда вот люк. Затем на люк мы уже, ну, для активации люка можем прикрепить либо кнопку, либо рычаг. Например, вот, то есть можно сделать вот так вот сверху кнопку. Оп. То есть и когда мы нажимаем, открывается у нас наш люк. Так, или на рычаге, например, то же самое. Но лучше, конечно, кнопка, она как-то попривычнее смотрится на самом деле. То есть у нас обычно унитазы все-таки без рычажка, а не у нас с кнопкой. И поэтому это будет гораздо-гораздо привычнее. Вот. Давайте мы построим сюда стеночку. Кстати, тут есть второй вариант развития событий. Вы можете сделать, например, не из... Не обязательно ступеньку сюда ставить. Вы можете поставить здесь, например, котел. Давайте мы здесь откроем сейчас это. Поставим сюда котел и нальем воды. То есть вы можете сделать вот так вот и закрыть его. То есть тоже, в принципе, выглядело похоже на унитаз. Но вот этот черный котел, конечно, сюда вообще не вписывался. Поэтому мы сейчас это дело уберем и поставим обратно нашу ступенечку. Ой. Неправильно поставил. Я их чуть-чуть поспешил. Так. И вот этот рычаг мы убираем. Все. Отлично. Давайте доделаем здесь стеночки, потолок. Оп. Оп. Ага. Оп. Так-так-так. Так-так-так-так. По поводу освещения в наших туалетах. Значит, в связи с выходом новых версий Майнкрафта, естественно, способы освещения менялись. Здесь, например, в старых версиях это был обычный факел, который крепился на стену. А в более новых версиях уже используют обычно редстоун фонарь. То есть мы можем его установить, например, сюда и поставить на него рычаг. Вот. То есть вот таким вот образом он у нас подсвечивает туда, куда надо какать. Вот. Ну и, конечно же, последний, самый долгий способ развития построения унитаза. Это установка модов. То есть в данном случае я установил мод мистера Крайфиша на мебель. И при помощи него мы можем реально скрафтить унитаз, самый настоящий, в который мы можем даже покакать. Реально, мы можем просто нажать клавишу и покакать в унитаз, попередить туда. И это реально очень круто. Поэтому, ребят, этот способ занимает 10 минут для того, чтобы установить мод, установить форж, все это запусти дело. У вас, конечно, будут там какие-то ошибки, несовместимости, установить зависимые моды и так далее, и так далее, и так далее. Но в основном это все просто. И автор всегда заявляет о том, какие моды необходимы. Вот. Я постараюсь оставить ссылочку на этот мод. И для тех... Наверное, многие из вас в курсе. Я уже с ним играл и много раз его обозревал, потому что выходили обновления. Вот. И поэтому мы сейчас с вами будем делать унитаз при помощи этого самого мода. Так. Берем. Берем кварцевые блоки. Открываем наш верстак. И ставим их вот таким вот способом. И вот сюда мы ставим кнопку. И вот при помощи такого нехитрого крафта мы с вами получаем самый настоящий унитаз. Который не такой громоздкий, как эти первые два. Он гораздо компактнее и гораздо круче выглядит. Посмотрите, он реально детализирован. Там даже водичка внутри. Вот именно прям в очке унитаза там водичка. Тут же у нас есть кнопочка для того, чтобы смыть писы и для того, чтобы смыть каки. Вот. Но в данном случае мы с вами будем смывать в основном каки. Потому что здесь столько можно какать. Писать здесь нельзя в этом... В этом моде. Так. Сейчас мы с вами заделаем сразу потолок здесь. Так. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. И здесь вот так. Все. Отлично. В плане освещения мы выбираем также светильник из мода Мистера Крайфиш. Мы его включаем. И вот так вот у нас выглядит наш унитаз. Давайте сравним, пожалуй, сколько занимает каждый унитаз времени. Это 10 секунд. Это реально надо постараться поустанавливать. Это в районе одной минуты. Это, конечно же, самый долгий способ с установкой модов со всем этим делом. Он занимает порядка... Второй раз дождь идет за видео. Что ж такое? Вот. Это у нас унитаз при помощи модов Мистера Крайфиша. Который выглядит очень-очень реалистично. Сейчас я добавлю вам звука чуть-чуть. И вы, надеюсь, услышите, как на нем можно какать. Мы сейчас с вами садимся на унитаз. И мы на нем реально можем сидеть. На тех двух мы сидеть никак не можем. На этом мы можем посидеть. И у нас, как видите, вылазит сразу строка о том, что, чтобы справить нужду, нужно нажать G. Нажимаем G и слушаем. Вот это я проперделся. Мне дали даже новое достижение. Оно называется запор. То есть эти звуки на самом деле разные. Нажимаете много раз, и разные звуки у вас выдаются. Вот. Таким вот образом вы можете справить нужду унитаз. А можно так? А может... Вот. Зажимаете Shift правой кнопкой мыши, и ваш унитаз спускает в воду. Даже соответствующий звук в Майнкрафте. Это реально, это не фотошоп, это не накладывание звуков. Это реально звуки внутри мода. То есть вы можете реально справить нужду. И также можете смыть в нем воду. Я считаю, что это реально очень круто. И прям заслуживает уважения у мистера Крифиша. Потому что чувак-красавчик запилил прям офигенные вещи в Майнкрафте. Ну что ж, ребят. Вот такие вот у нас получаются три унитаза. Напишите в комментарии, какой вам больше всего понравился. За 10 секунд, за 1 минуту. Или за 10 минут, которые вам придется устанавливать еще при помощи мода. Но лично мне понравился самый последний. Также, ребят, не забывайте писать комментарии. Пишите в комментарии, что же мне скрафтить или построить в следующем видео в Майнкрафте. Может быть какой-нибудь Макдональдс, или там, я не знаю. Или какую-нибудь мебель, или еще что-нибудь. Или приготовить какую-нибудь еду в Майнкрафте, и так далее. Вот. Я обязательно постараюсь ваш челлендж выполнить. И тот, кто подал самую интересную идею и наберет больше всего лайков, тот попадет в мои следующие видео. Поэтому не стесняемся, ребят. И пишем комментарии. Ну, а чтобы быть первым среди комментаторов, обязательно нажимаем колокольчик и получаем уведомления о выходе новых видео. Ну, что ж, ребят. На этом все. Такое видео об унитазе в Майнкрафте. Кому понравилось, обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. На своем был я, Рисман. Всем пока-пока.